Сегодняшнее видео будет посвящено прохождению игры World of Subways. Это седьмая серия, в которой мы поедем по маршруту от Journal Square в Jersey City до 33 улицы в Нью-Йорке. Выбираем погоду, время и поезд. А теперь погнали. Сейчас мы поведем поезд по желтому маршруту, который работает только по будним дням и не работает в ночное время. Схожая трасса была у маршрута желто-синего, по которому мы уже ездили в 3-й и 4-й серии. Но желто-синий маршрут заезжал к станции в Хобокке и работал как раз наоборот, только по выходным дням, а также в ночное время будни. Фактически желтые и желто-синие маршруты являются вариантами друг друга, работающими в разное время суток и в разные дни недели. Сегодня мы довольно быстро углубимся под землю и сделаем остановки на семи станциях. Следующая наша остановка Гроув Стрит. Затем будет погоня Нью-Йорк, после которой наш поезд свернет в туннель под Гудзону и покинет город Джерси-Сити, штата Нью-Джерси. Преодолев реку, окажется уже в городе Нью-Йорк, штата Нью-Йорк, где мы остановимся на Кристофер Стрит, 9-й, 14-й, 23-й и 33-й улицах. А пока наш метросостав петляет по стрелкам и потихонечку движется к туннелю, мы с вами поговорим о многочисленных и очень интересных метродепо системы Метро БАД. Всего за историю существования данной системы, она в разное время обслужилась четырьмя разными депо. Самое первое депо функционировало с 1906 по 1910, то есть когда система только-только была построена. Тогда депо находилось в районе станции Хобок, и вагоны спускались в туннель не по рампе, а с помощью специального лифта. То есть вагоны из здания выкатывались и дальше на подъемнике спускались в туннель. Кстати, подобная система работала когда-то в шотландском Глазго, а также в Киеве на станции метро Мепор, еще в советские времена. Это вот три таких уникальных случая в истории метрополитета. Справа вы сейчас можете видеть депо Вальдо. Это депо было построено в самом последнем, в 1993 году. И, конечно, никакого правоприемства между первым и последним депо нет. Помимо Вальдо, также было депо в районе Харрисон, которое мы с вами проезжали в первой серии. И также депо на Хендерсон стрит около станции Гроувстрит, но о нем позже. Пока мы в самом начале пути, и наш состав только-только входит в туннель. Здесь можно отметить еще одну деталь этой подземки, которая ускользает от моего упоминания вот уже какую серию. Освещение в туннелях системы ПАД на самом деле выглядит иначе. Лампы в реальных туннелях находятся не на стенке, а сверху, под потолком, что является очень редким для подземных транспортных систем. Обычно освещение туннелей как раз-таки располагается на боковых стенах. А о метро-депо можно сказать, что после того, как было закрыто маленькое депо на Хубоконе после расширения системы, вторым депо с 1910 по 1990 стало депо на Хендерсон стрит, к которому мы приближаемся. Ну а мы за такими вот рассуждениями уже подъезжаем к съездам между путями, служившими когда-то не только для оборота составов во времена, когда эта станция была конечной, но и в последующие времена при аварии. А еще до 1990 года через эти стрелки оборачивались поезда, следующие в депо. В четвертой серии я уже рассказывал, что на станции Гроув стрит на противоположном пути был съезд в депо на Хендерсон стрит, которое было практически первым депо системы, работавшим с 10 ноября 1910 года до 12 октября 1990. То есть поезда по системе съездов заезжали на противоположный путь, считайте путь встречного движения. И уже с него поднимались по рампе в очень компактное депо. Кстати, еще надо сказать, что мигание некоторых лампок воспроизведено вполне достоверно. К сожалению, повышенная влажность, а также изношенность самих лампочек не всегда положительным образом влияет на качество их работы. А что же стало с депо на Хендерсон стрит? Сейчас на месте этого депо находится здание, и квартал застроен так, что ничего, кроме подземной рампы, не напоминает о том, что когда-то в этом месте находилась метродепо. Саму рампу, кстати, иногда может затапливать во времена, когда в городе идут дожди. И тогда в дело включаются насосы, которые эту воду, собственно, и откачивают. Собственно, едем мы пока так же, как желто-синий маршрут. Вот на стрелке сейчас мы поедем прямо, оставляя съезд на Exchange Place позади. Надо на этих подземных треугольниках идти очень аккуратно, ведь движение здесь плотное, и поезда то и дело сходятся и расходятся. Поэтому иногда на таких разъездах возможны задержки, которые, к сожалению, не редкость. Даже минимальный интервал поездов в метро в этой системе из-за разъездов составляет не полторы минуты, как в Москве, а четыре минуты. Хотя сейчас ситуация с задержками поездов, конечно, лучше, чем была раньше. Поскольку в системе еще с июля по октябрь 2018 года начала тестироваться, а с ноября по декабрь уже окончательно была введена система специальных автоблокировок. А в 2022 году была также внедрена система компьютерного определения позиционирования метропоездов и управления их сигнализацией. То есть теперь в системе нет классических блок-участок, фиксированных секций, ограниченных светофором. Теперь рекомендуемая скорость поезда и расстояние между составами высчитывается автоматически компьютером, благодаря чему может варьироваться и скорость движения по участку, и расстояние между поездами. Теперь такое расстояние может сокращаться, и благодаря чему возрастает пропускная способность участка. И как раз таки это позволило вот в прошлом 2022 сократить интервалы между поездами на участках с интенсивным маршрутом движения с 4 минут до 3. Ну а мы, оставив позади станцию Гроув Стрит, едем к станции Павонья-Ньюпорт. Я не помню, говорил ли я раньше или нет, что сейчас название станции упростили, то просто Павонья, а часть Ньюпорт как бы отвалит, вернув к станции историческое название района. А еще раньше эта станция называлась Эрию, в честь железнодорожного вокзала, след которого уже давно затерялся на улочках История. Отправляемся от Павонья-Ньюпорт, и как видим, мы уже начинаем немножечко отставать. Пока отставание не такое существенное, но все-таки учитывая, что мы с вами идем по окраине вечернего часа Пи, то особо сильно, конечно, отставание допускать не желать, с учетом оживленности движения в это время. Про метродепо, в принципе, поскольку мы сейчас едем по туннелю в направлении Хубокена, но до самого Хубокена мы не доедем, а свернем чуть раньше, можно сказать про метродепо на Хубокене. Как вы понимаете, метродепо на Хубокене работало исключительно, пока система была маленькой, и техническое обслуживание поездов не требовалось очень часто. То есть, в принципе, поезда можно было обслуживать прямо в туннеле. И только когда требовалось что-то очень серьезное, тогда поезда поднимали с помощью лифта здание депо. Причем поднимали не весь состав, а именно расцепляли и каждый вагон поднимали по отдельности. Потом уже их сцепляя снова в депо. Как вы понимаете, это очень сильно затрудняло и пропускную способность самого депо, и процесс технического обслуживания. Депо же на Хендерсон-стрит, которое мы уже проехали, оно выполняло свою функцию исправно. И было, как я сказал, первым полноценным депо системы. То есть, именно депо в нашем понимании, что оно было подключено к системе напрямую, было с ней связано, и там проводились все технические операции. Хотя и то это было настолько трудно, потому что депо находилось на очень маленьком кулачке земли. Фактически некоторые трамвайные депо Нью-Йорка и даже Джерси-Сити находились на куда большей площади, чем вот это вот метродепо. И даже впоследствии, когда система расширила флот своего подвижного состава, мощностей мойки в депо стало не хватать. И пришлось строить дополнительную мойку на станции 33-я улица, которая тоже проработала практически до 90-х годов и закрылась только тогда, когда закрылось депо. Два же других депо, депо в Харрисоне и депо Вальдо рядом с Джорнл Спэя, это уже два поздних депо. Первым было построено депо на Харрисоне, и оно было построено практически за три года. То есть его строили с 1988-го и до 1990-го года его строили, но открыли только в 1991-м. И там получилась такая ситуация, что в нем сконцентрированы все мощности по техническому обслуживанию поездов. А депо Вальдо рядом с Джорнл Спэя, это скорее такое вспомогательное депо. Его построили позже, и оно в основном предназначалось для того, чтобы не гонять поезда, которые работают в пределах подземной части системы, не гонять их далеко аж в Харрисоне, а чтобы можно было достаточно загнать их в отстойники станции Джорнл Спэя и по мере необходимости просто дальше их отправить в этот депо. Учитывая, что на Джорнл Спэя, как я рассказывал, всегда огромное количество поездов отстаивалось, то такая практика не вызывала никаких либо проблем. Но почему же все-таки закрылось депо на Хендерсон Стрит? А закрылось оно как раз по причине того, что в 80-е годы в системе начался активный рост пассажиров, что потребовало и увеличение длины составов, и потребовало одновременно также увеличение количества этих самых составов. И маленькое депо, которое и так работало на пределе своей мощности, уже не могло нормально функционировать. Почему разработка новых проектов метродепо началась, по факту, еще в 80-е годы. То есть, вот как я даже сказал, депо в Харрисоне строилось с 1988 по 1990. То есть, по факту, проекты были разработаны еще раньше. То есть, в 86-м, в 87-м. И как раз это сопряжено с ростом пассажиропотока. И основной пассажиропоток, как нетрудно догадаться, был на линии между Нью-Арком и Нью-Йорком. То есть, на Красной, как раз, которая и проходит мимо депо в Харрисоне. А учитывая, что тогда эта территория особо уже никак не использовалась, то решили ее придать ей хоть какое-то более-менее цивильное использование. Потому что в 60-е годы, когда система вот только-только была национализирована, получилось так, что раньше там был сортировочный двор железной дороги. И между системой железной дороги и системой метро существовал гейт. То есть, соединительная ветвь. Но потом сортировочный двор перестал использоваться. Ну, там как бы не то, что прям совсем перестал использоваться, но стал использоваться все реже, реже. Многие пути стали приходить в некодность. А для поездов метро там организовали что-то вроде отстойной площадки. Ну, чтобы хоть как-то эти рельсы можно было использовать. Чтобы они не просто лежали и ржавели, а хотя бы для выравнивания графиков можно было использовать. Для отстоя поездов, которые, например, работают в ночное время, но не работают днем. Ух, заболтался я с вами так сильно, что мы уже приехали в Нью-Йорк. Причем не просто приехали в Нью-Йорк, мы приехали на станцию Кристофер-стрит даже на 2 минуты раньше, чем поможем. Так что сейчас мы с вами будем стоять и просто мило беседовать о том, что и как было дальше. К 70-м годам железная дорога вообще перестала использовать этот сортировочный двор. И в итоге получилось, что часть рельсов вообще не используется, а часть стала использоваться только для метро-поездов. Ну и в 90-е решили конвертировать вот эту отстойную площадку в полноценное депо с постройкой административного корпуса и цепков обслуживания. А также увеличили саму площадь, путей увеличили, количество путей, и даже сделали специальное оборотное кольцо для ускорения, собственно, прохода составов через метро-депо. То есть если им не надо, допустим, вставать на отстой в тубики, они могут просто опернуться, не мешая другим составам по кольцу, как это делают в трамвае. Что в целом тоже имеет право на жизнь. Ещё из таких интересных моментов, ну про мойку на 33-й улице я вот вам рассказал. Как раз мы, наши конечные будут на 33-й улице, и будет забавно, если нас подадут на первый путь. В игре, конечно, мойка никак не реализована, и даже её остатки толком не показаны. Но такой вот забавный факт, что поезда мыли прямо на станции, это как бы вот имеет место быть. Ну и ещё можно сказать, что мощности в 90-е годы рассосредоточили ещё и потому, что гонять поезда в одну точку системы, то есть конкретно в депо на Хендерсон-стрит, было неудобно с логистической точки зрения. Потому что пропускная способность у таких систем с несколькими маршрутами, она ограничена, по сравнению с системой, где одна линия равна одному маршруту. И получается, что вот эти пустые поезда надо было ещё прогонять, потом менять направление движения, а это всё занимало время, что увеличивало интервал между поезда. И чтобы этого не было, чтобы поезда можно было изымать из оборота и запускать в оборот без существенных разрывов в расписании маршрутных поездов, было решено мощности не только рассосредоточить, но ещё и сделать депо с более удобными заездами. То, как я вам только что и рассказал. Не успел я завершить мысль, как мы уже прибыли на 9-ю улицу и снова прибыли с опережением графика. Ну, хотя бы не в 2 минуты, а всего лишь в 1-ю улицу. Так, чтобы постоять, нам придётся чуть-чуть поменьше, чем в тот раз. А вот депо Навальдо-стрит, заезжать туда очень удобно и, что называется, выдавать составы очень удобно, потому что они выдаются не на основной путь, а фактически на второстепенный путь, с которого можно дальше уже поезда в любом из направлений выдавать. То же самое и на Харрисоне. Мы с вами разбирали путевое развитие, что там также поезда с основной линии сначала заезжают на резервный путь, а уже с резервного пути сразу заезжают в метро-депо, что удобно. Не надо никаких оборотов, не надо подменных машинистов и не надо движения по враждебному направлению, то есть навстречу другим поездам. И депо Навальдо-стрит может обслуживать вполне себе систему подсемную, то есть маршруты, которые обслуживают Джорнл-сквэя, Кобокен, 33-ю улицу. Это 33-я улица. Это 33-я улица. Макс, стоп, 24-я улица. А поезда, которые обслуживают междугородний маршрут между Нью-Арком и Нью-Йорком, там для них уже отдельное депо на Харрисоне. Собственно, вот такая интересная схема с депо получается. Я думаю, про депо мы с вами довольно подробно поговорили. Ну а мы тем временем прибыли на 14-ю улицу. И на этот раз опять на 2 минуты раньше. Так что мы снова будем стоять. И я предполагаю вам поговорить про еще одну интересную деталь, такую как дикие животные на станции Гитро. Здесь, в отличие, например, от Нью-Йоркской подземки, крысы по платформам станций не бегают. К сожалению, уже не первый раз я натыкаюсь на видео из Нью-Йорка, в том числе буквально годичной давности или даже полугодичной давности, где крысы так или иначе ходят иногда даже по платформу. И могут ходить с едой, утаскивая куски пиццы, а иногда даже случайно в панике забегают в вагон и пугают сидящих там пассажиров. Вообще, крысами в метрополитенах мира никого не удивишь. Они есть совершенно в любой подземке. Только другое дело, что ситуация с крысами может различаться в плане того, насколько эти крысы хотя бы боятся их людей. Вот в Нью-Йоркской подземке они уже давно никого не боятся. В Лондонской подземке боятся и, например, на платформы не выходят, но спокойно себе бегают в туннелях. Их даже можно видеть иногда с платформы станции. В Московской подземке иногда крысы могут выходить на свет, но обычно они так не делают и очень боятся шума проезжающих поездов. В системе Метропад, в отличие от соседней Нью-Йоркской подземки, крысы боятся выходить на платформу. В туннелях они, безусловно, как и в любой подземке мира, есть. Но пассажирам можно быть уверенным, что они могут спать в вагоне спокойно и не боятся, что их разбудит крысы. Как в одном из видео из Нью-Йоркской подземки. Вообще, честно скажу, что вот я лично видел крыс в Москве и в Лондоне. Причем, самое забавное, что московские, что лондонские крысы в метро не отличаются особыми габаритами. То есть, они довольно-таки маленькие и местами даже мне показалось, что они похожи на обычных мышек. Просто более серых и с более массивным гвоздом. А нас подают на второй, к сожалению, не первый путь, станции 33-я улица. На сегодня это наша конечная станция. грызунами. А про крыс я добавлю. Вот это как раз удивительно, что две соседние системы, пути которых даже вот как сейчас идут параллельно, но при этом насколько разная ситуация с вот этими вот зловредными и не очень приятными грызунами. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки и пишите комментарии. Всем до встречи в следующих видео. Субтитры